Пятую неделю после Пасхи Церковь вспоминает события, описанная в Евангелии от Иоанна «Беседу Христа с Самарянкою». Этот отрывок имеет глубокое богословское значение, понимание нами взаимоотношений Бога с человеком. Согласно Евангелию, возвращаясь из Иудеи в Галилею, Иисус Христос со своими учениками проходил через страну самарянскую. Приняв книги Моисея, самаряне, однако, отвергли писание пророков и все предания, за что иудеи относились к ним хуже, чем к язычникам, презирали их и всячески избегали какого-либо с ними общения. Для иудеев самаряне отступили от идеи подлинного Бога. Надо сказать, что в целом, особенно у фарисеев, в разного рода таких жестких направлениях веры иудейской времен Спасителя, чувство самоуверенности и надменности были центральными. И мы это очень хорошо видим, с горечью наблюдаем в том, как они совсем не хотят слушать Спасителя. Проходя через Самарию, Господь со своими учениками остановился отдохнуть около колодца, который по преданию был выкопан праотцом Иаковым у города Сихема, который у святого Иоанна назван Сихарь. Евангелист Иоанн указывает, что было около шестого часа, по-нашему полдень, время наибольшего зноя, что, вероятнее всего, и вызвало необходимость отдыха. Ученики Иисуса отлучились за покупкой пищи, и в это время к колодцу набрать воды приходит женщина-самарянка. Христос обращается к ней с просьбой «Дай мне пить». Узнав, возможно, по одежде или по манере речи, что обращающийся к ней иудей, самарянка удивилась, что он, будучи иудеем, просит пить у нее самарянки, имея в виду ту ненависть и презрение, которую иудеи испытывали к самарянам. Но Иисус, пришедший в мир спасти весь род человеческий, а не только иудеев, объясняет женщине, что если бы она знала, кто просит у нее пить, то сама бы попросила его утолить жажду, и он дал бы ей воду живую, под которой понимается благодать Святого Духа. Но самарянка не поняла Господа, подумав, что он говорит о ключевой воде, которая находится на дне колодца. А потому и спросила Иисуса, откуда у него живая вода, если ему и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Тогда Господь поднимает ее разум до глубины понимания его слов и говорит, «Всякие, пьющие эту воду, вас жаждят опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». По мнению святых отцов, это означает, что тот, кто наполнен живой водой или благодатью Святого Духа, уже никогда не почувствует духовной жажды, так как все его духовные потребности уже полностью удовлетворены. И наоборот, удовлетворяющие какие-либо свои земные потребности утоляют свою жажду лишь на время, и вскоре вас жаждет опять. Все еще не понимая Спасителя и думая, что Он говорит о воде обыкновенной, только какой-то особенной, навсегда утоляющей жажду, она наивно просит Господа дать ей этой воды, чтобы избавиться от необходимости приходить за водой к колодцу. Самарянка не поняла этих слов Спасителя и сказала, «Господин, дай мне этой воды, чтобы в ней не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Христос же, желая, чтобы Самарянка поняла, о чем говорит Он с ней, сначала велел ей позвать к нему ее мужа, сказав, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина же ответила, «У меня нет мужа». Тогда Иисус Христос сказал ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, потому что у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Мне вот прямо так и представляется, что Христос в этот момент улыбается, не осуждает ее, не ругает, а гладит по голове за то, что она сказала правду. И мы узнаем о том, что искренность для Спасителя очень важна. Важнее каких-то сиюминутных колебаний, важнее очень и очень многого. Он бы мог сказать, «Слушай, отойди от меня, это мало того, что, Самарянка, ты еще вся в грехах погрязла, но нету этого. И за искренность, и за готовность выполнить то, что Бог говорит, многое прощается». Мне кажется, это центральный эпизод этого евангельского отрывка. Увидев, что перед нею пророк, который знает сокровенное, Самарянка обращается к нему за разрешением проблемы, наиболее мучивший самарян в их взаимоотношениях с иудеями. Кто прав в споре о месте поклонения Богу? Самаряне ли, которые, следуя своим отцам, построившим храм на горе Горизим, приносили поклонение Богу на этой горе? Или иудеи, которые утверждали, что поклоняться Богу можно только в Иерусалиме? Господь отвечает на вопрос женщины, объясняя, что ошибочно было бы думать, будто поклоняться Богу можно только в одном каком-то определенном месте. И спорный вопрос между самарянами и иудеями скоро сам собой потеряет свое значение. Господь указывает на то, что настанет время и настало уже, когда поклонение Богу не будет ограничено одним каким-либо местом, а будет совершаться в Духе и Истине. Это значит в правде, это значит в стремлении стяжать Дух Святой, о чем так ясно и ярко говорил преподобный Серафим Саровский, пронизывая все свои действия, даже самые обыденные, просьбой о том, чтобы Дух Святой их осветил. Ты идешь трудиться, ты трудишься ради Господа. Ты занимаешься творчеством, пусть оно будет посвящено Богу. Ты детей воспитываешь. Господи, помоги мне воспитывать моих детей. И тогда твои ошибки и несовершенства покрываются обильной помощью Божией. Мы часто говорим о благодати, не отдавая себе до конца отчет в том, что это такое. Это протянутая рука Божия, которая помогает преодолевать любые кажущиеся совершенно невероятными преграды. И мы все время просим у Бога о поклонении в Духе истине. Это не только просьба к Богу, это чувство благодарности. Это даже дерзость некая с Богом, потому что ты думаешь, ты вправе так считаешь, что ты с Богом сотрудничаешь, что, как Он обещал, теперь вы уже не рабы, но друзья. Любить Господа Бога всей своей душой – это очень сложно, потому что человек, он же по природе своей грешен. А раз он грешен, то ему все время хочется чего-то такого грешного и простого. А для того, чтобы получить веру, ты же не можешь ее заработать, ее Христос тебе должен дать, да, Господь. Поэтому надо каким-то образом, понимаете, нужно полюбить Бога не как раб. Нужно полюбить Бога не как учителя. Его нужно полюбить как отца. Вот всей своей душой. Если это удастся, тогда все будет хорошо. Но это очень сложно. У меня пока не удается. Самарянка начинает понимать смысл слов Иисуса и в раздумье говорит. «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Поэтому Иисус, долго не называвший себя Мессией при Иудеях, этой простой самарянской женщине прямо говорит, что Он и есть обещанный Моисеем Мессия – Христос. «Это Я, Которую говорю с тобой». В восторге от счастья, что она видит Мессию, самарянка бросает у колодца свой водонос и спешит в город возвестить всем о пришествии Мессии, который, как сердцевидец, сказал ей все, что она сделала. Пришедшие в это время ученики его удивились тому, что их учитель беседует с женщиной-самарянкой. Однако, благоговея перед своим учителем, ученики никак не выразили своего удивления и только попросили его отведать принесенную ими пищу. И Христос демонстративно разговаривает с самарянкой, так же, как Он демонстративно срывает колоски в субботу, для того, чтобы показать, что эти разделения абсолютно земные. А для небесного Бога, призывающего поклоняться в духе и истине, таких разделений не существует. Есть люди. В другом месте Спаситель говорит, «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Он избрал каждого человека и пригласил. Желание идти за ним или не идти – это выбор каждого. Но приглашение послано. То, что Иисус Христос вдруг стал разговаривать с самарянкой, это говорит о том, что для него, во-первых, не было врагов, во-вторых, что он был необыкновенно добрым, человеколюбивым, и, в-третьих, что очевидно, даже если я не так уж и буду хороша, у меня есть все-таки надежда оказаться справа, а не слева. Христос отказался утолить свой голод и ответил ученикам, что истинная пища для Него – исполнение дела по спасению людей, возложенного на Него Богом Отцом. Самарянские жители, идущие к Нему, представляются Иисусу Нивой, созревшей для жатвы, тогда как на полях жатва состоится лишь через четыре месяца. Христос говорит своим ученикам, что Он посылает их собирать жатву на духовной Ниве, которая была первоначально возделана и засеяна не ими, а другими ветхозаветными пророками и им самим. Во время этих объяснений к Господу подошли самаряне. Многие уверовали в Него уже по слову женщины, но еще больше уверовали по Его слову, когда по их приглашению Он пробыл у них в городе два дня. Слушая учения Господа, они по собственному признанию убедились, что Он истинно спаситель мира Христос. Дальнейшая судьба Самарянки, известная из предания как Фатиния, соответствующая русскому имени Светлана, нам известна. Она крестилась и в 66-м году при императоре Нероне за проповедание Господа после жестоких истязаний была сброшена в колодец. Беседа Христа Самарянку еще раз красноречиво свидетельствует, что перед Богом равны все расы и народы. Он не выбирает какой-то отдельный себе народ, потому что все мы его творения, и Он умер за каждого из нас. Антон Курилович, Андрей Кулаков, Игорь Переплетов, Телеканал Спас.